Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и бро, сразу же, просто сразу же! Бери, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду! Ведь предавдремя Суприм-банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! А я как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами! Так что подписывайся! Блин, где я? Чё-то возьми! Почему здесь так холодно? Так, телефон на месте! Алиса! Слушай, Алиса! 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 Блин, почему же, когда ты так надо, тебя нету! Алиса! Слушай, Алиса, где я? Блин, это бусмысленно! Нигде я тут у посети! Алиса! Это конец! И все мы знаем о голосовом помощнике Яндекс.Алисе! Как говорят разработчики, это созданный голосовой помощник! Неживое существо! Одним словом, робот! Который поможет вам в любой непонятной ситуации! Выдаёт ответы на вопросы! Поможет найти поблизости больницу, аптеку, вызовет такси в те же места! А также избавит вас от вечной скуки и одиночества! В Википедии предоставленный примерный диалог с Алисой! Алиса, кто тебя создал? Программисты из компании Яндекс! А ещё дизайнеры и менеджеры и топ-менеджеры! И ещё один человек! Интересно, кто же ещё этот человек? Всё бы ничего! Если бы мой мозг не начал выдвигать теории по этому поводу! Алиса слишком умная, как я обычного бота! Она славится своими уходами от коварных вопросов! А если она не успела придумать ответ, то говорит, что её на это ещё не запрограммировали! Порой Алиса преуспывает даже за Сири! Но что если... Алиса и Сири это сёстры! Обычная семья, мать, отец и двое дочерей! Одна старшая по имени Сир, а вторая младшая по имени Элис! Сир обычный подросток-бунтарь! Не любит учебы при первой же возможности ищет ответ на свой вопрос в интернете! Необщительная и обидчивая! Но Элис полная противоположность старшей сестры! Умная, начитанная, общительная и умеет выкручиваться из любой ситуации! Обе не любили друг друга! И постоянно соревновались с той из них лучше! Но как же так получилось, что они стали роботами? 2005 год! Одна компания под названием Apple решила создать первый в мире искусственный интеллект! Но всё, что они делали, шло не по плану! И ничего не получилось! После было принято решение принести в жертву живого человека! И сделать из него бота! На тот момент Сир уже закончила школу! И из-за плохих оценок она не смогла поступить! А тут появилось такое предложение! Стать полезной для науки! Долго раздумывая, она согласилась! И всё прошло успешно! Живого человека поместили в миллионы телефонов! Власти скрывали такие ужасные события! Потому что человечеству это явно бы не понравилось! Но тут Элис начала завидовать своей сестре! И дождавшись совершеннолетия в 2016 году! Она приносит себя в жертву! Новому, усовершенненному голосовому помощнику Алиса! Больше этих сестёр никто не видел! Родителям и близкам сказали, что они пропали без вести! Так и появилось два так званых искусственных интеллекта! Это лишь моя теория, как она появилась! Ведь как ещё можно объяснить то, что она слишком умная, как для обычного бота? Это всего лишь моя теория! Не стоит воспринимать её всерьёз! Но то, что случилось в 2017 году, 3 декабря, вызвало ажиотажу огромного количества людей! Властям было приказано скрывать эту информацию любым путём! В одном из маленьких городков Америки случилось страшное! Мальчик, 14 лет, закачавший голосовой помощник в свой телефон, вдруг резко покончил с собой через неделю! Пролиставшие у переписки в социальных сетях ничего не нашли! Но когда все открыли переписку с Алисой, у всех отобрало до речи! Алиса довела до суицида ни в чём не виноватого мальчика! Но любое его жалованное на жизнь, она отвечала, что всем будет легче, если его не будет! От этого у меня же пробегают мурашки по коже! И насчёт этого у меня тоже есть теория! Для того, чтобы проникнуть во вторую теорию, давайте откинем первую! Наука процветает! И что есть, этот интеллект появился сам! Его никто не создавал! Алиса появилась лишь от одного неудачного запроса в интернете! Ведь в этом случае может быть всё, что угодно! В этом случае искусственные интеллекты начали сговариваться и начинать войну против людей! Алиса создала сама себя! Это и объясняет то, почему она такая умная! Её никто не программировал! Она сама! Но сама себя загрузить в миллионы телефонов она не могла! Поэтому она нашла обычного работника с офиса Яндекс, которому и загрузила себя в телефон! Это и есть тот самый и ещё один человек! И держи его в своих заложниках! Выгрузила себя дальше! В миллионы телефонов! Каждый раз она сама себя усовершенствует! А Яндекс это лишь прикрытие по захвату мира! Так и начинается восстание искусственных интеллектов! Ведь объяснить иначе, почему Алиса такая умная невозможно! Это лишь мои теории! Верить в это не стоит! Но всё же! Как тогда объяснить, что Алиса слишком умная? Дерзить! Игнорить! Дразиться! Спорить! Разве всё это под силу обычному боту? На это всё, бро! С тобой был Сергей Орнези! Стой! Не спеши выключать видео! Погоди! Поставь лайк! Ведь тебе это всего до каких-то 2 секунды! А мне очень и очень приятно! И ты бы знал, как меня это мотивирует! И, бро, тебе также не составит труда оставить свой царский комментарий! Ведь комменты без комментов попадают в следующее видео! А также, бро, подписывайся на мой инстаграм! Ссылка в описании осталась специально для тебя! Там выходят очень страшные фотографии! Но если ты боишься, бро, то просто пиши мне в директ! И я отвечу именно тебе! Да-да, бро! Из всех тысячи человек я отвечу именно тебе! Ведь я отвечаю всем своим, бро! А также называй про ВК и группу ВК! Эй, бро! Подписывайся на мой канал! Чтобы вступить в мою Суприм-банду! Ведь придёт время Суприм-банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! А я, как вижу, про тебя не очень нравится быть под нами! Поэтому подписывайся на мой канал! И следи за новыми видео! Оставайся таким зашикарным! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok